Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта не избавишься. Сегодня на земле прибавится тепла и радости прибавится. Песня, ставшая официальным гимном летних Олимпийских игр в Москве, спустя 40 лет обрела особый смысл. В контексте пандемии коронавируса слова Роберта Рождественского «Сегодня на земле прибавится тепла и радости прибавится» выразили общее настроение всех приверженцев физкультуры. Спортсмены наконец-то получили возможность заниматься после почти полугодового вынужденного простоя. Праздник Героя спорта на Центральном городском стадионе дал старт празднованию Дня физкультурника, фактически положившему начало очередному спортивному сезону. Несмотря на все трудности, которые в этом году случились, я рад, что сегодня есть возможность у вас и у нас заниматься спортом, физической культурой. Пандемия нам показала, что на самом деле спорт очень важное явление для жизни всей страны, потому что заниматься спортом, быть здоровым, это очень важно для будущего нашей страны. И я бы хотел вам пожелать побед, больше свершений, замечательного, яркого неба над головой. Занимайтесь спортом, любите спорт и будьте здоровы. Воспитывники учреждений спортивной подготовки начали этот день, как и положено, с зарядки. А инструкторами для них стали прославленные зареченские спортсмены, чемпионы области, России, Европы и мира. Зареченский самбист, заслуженный мастер спорта, многократный чемпион и призер национальных и международных соревнований Алексей Харитонов точно знает, что, кроме физподготовки, необходимо юным спортсменам на пути к вершинам спортивного олимпа. В первую очередь желание, их личное нужно, а потом уже все вытекающие факторы, это куча обстоятельств, благоприятных для занятий каким-либо делом. То есть семья, окружающая обстановка, хороший тренер, финансирование, очень-очень-очень-очень много, скажем так, много факторов. Но в первую очередь должно быть желание и должна быть цель. Ну а к советам мастера спорта международного класса, чемпионам мира, Европы и России по плаванию Александра Харланова стоит прислушаться не только начинающим спортсменам, но и их родителям. Огромное спасибо моим родителям, которые не то чтобы заставляли меня, но они мне все время говорили о том, что необходимо это делать, нужно этим заниматься, то что ты способен чего-то достичь, ты способен чего-то добиться. И после таких слов сам в себя начинаешь верить на самом деле и становится проще. Плюс ко всему это скорее всего спортивный дух, воля к победе, характер человека тоже много решает. Самое главное это терпение, потому что если у них не будет терпения, они не смогут добиться ничего. Зарядка с чемпионами открыла для зареченских спортсменов новый сезон, но итоги прошедшего не остались без внимания. Несмотря на вынужденную самоизоляцию, спортсмены продолжали тренировки и индивидуальные занятия. Подготовка шла в режиме онлайн. Кроме того, проводились многочисленные физкультурные, спортивно-патриотические и другие дистанционные акции. Их победители и призеров ждали заслуженные призы. Станислав Корякин, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».